Библейский портал экзегет.ру представляет 95-й псалом. Его содержание можно свести к двум словам. Господь царствует. Об этих и других наших комментариях на псалтырь вы сможете посмотреть на портале экзегет.ру. Лекция, сегодняшняя, записанная в Московском Срединском монастыре. Идиомы и метафоры из данного псалма перекликаются с другим, 97-м. У этих гимнов абсолютно идентичное начало. «Воспоите Господу песнь новую». Оба псалма также завершаются практически одинаковыми словами. Он идет землю судить. Он будет судить Вселенную по правде и народу по истине своей. Текст 95-го псалма имеет много перекличек и с иными библейскими песнями, включая купюры, взятые из одного из древнейших псалмов 28-го. Много образов и аллюзий мы встречаем и на книгу пророка Исаии, особенно на вторую ее часть, 40-е, 55-е главы. Весь 95-й псалом в сокращенной форме присутствует в книге «Паралипоменон», по-другому, летописи. Как одна из хвалебных песней, которая воспевалась при перенесении Давидом ковчега в Иерусалим. В тот день, согласно книге летописей, Давид в первый раз дал псалом для словословия Господа через Асафа и его братьев. При этом последовательность исполняемых при перенесении ковчега гимнов не совпадает с последовательностью псалмов по псалтыве. Так, перед 95-м псалмом в книге «Паралипоменон» приводится формет из 104-го псалма, а затем вступить на и заключить на слова из 105-го псалма. Принимая во внимание, что обе книги «Паралипоменон» были составлены после Вавилонского плена, мы можем тогда попробовать войти во смысл заголовка псалма по септуагинте. «Когда был построен дом после плена. Песнь Давида». В первой книге «Паралипоменон», где пересказывается история с перенесением ковчега в время Давида, там сказано, что Давид воспел эти песни, вернее, он поручил сыновьям Асафа, чтобы они воспели. Я уже обратил ваше внимание, что последовательность псалмов там другая, чем в теперешней псалтыре. Если учесть, что книги «Паралипоменон» были написаны окончательно после Вавилонского плена, это означает, что к V веку не было еще стандартизированной последовательности уложения псалмов в единую книгу. Следовательно, могли отдельно циркулировать как полные тексты псалмов, собрания псалмов, так и их фрагменты. И отсюда ответ на вопрос, а почему в теперешней псалтыре некоторые псалмы более древние по содержанию стоят дальше и имеют нумерацию за сотую, а некоторые псалмы, которые появились позже, стоят в первых рядах. Потому что уложение псалтыри, вероятнее всего, делалось этапами по тем сборникам, которые просто попались в руки редакторам. Итак, теперешняя псалтырь, она уложена не хронологически с точки зрения истории появления псалмов, а она, скорее всего, уложена хронологически с точки зрения обнаружения псалмов или создания псалмов. Вероятнее всего так. Вот на это мы тоже обратим внимание. Не исключено, что этот радостный гимн был особенно необходим после восстановления храма по возвращении из Вавилонского плена. А в отношении его заголовка в греческом переводе можно привести такое замечание блаженного Феодорита Кирского. «Сие надписание, песнь Давиду, внегдодом созидавшица по пленении, не надписано у евреев, сделано неблаженным Давидом и не теми, которые вначале истолковали пророчества, но кто-то другой, вероятно, неглубоко вникнув в смысл псалма, приложил сие надписание. Буквальное значение псалма приличествует возвратившимся из Вавилона и построившим божественный храм». Я не случайно провел очень критическую заметку блаженного Феодорита в отношении надписания псалмов. Видите, даже святой отец, который пользуется большим авторитетом, он ставил под сомнение то, что надписание псалма «Давиду» было сделано кем-либо из людей святой жизни. Он говорит о том, что кто-то, не разобравшись, поставил надписание в заголовок псалма «Давиду». Отсюда и наша внимательность к содержательной части псалма на основании которого мы устанавливаем датировку. Итак, в том подходе, который я использую, опираясь в том числе и на такие цитаты святых отцов, мы датируем псалмы, не исходя из заголовков, а считаем, что заголовки появились после основного текста. Поэтому первичным для обозначения места, времени и адресатов псалма для нас является его литературный анализ, его содержание, его контекст, перекличка с другими книгами. Таким образом, в 95-м псалме мы соприкасаемся с богатой литературной традицией составления песен во славу Господа, которая началась задолго до Вавилона и продолжилась после плена. Общий дух этих песен и их литературная зависимость друг от друга, видимо, позволяла греческим переводчикам классифицировать данный псалом как написанный в жанре песен Давида. Псалом обладает яркими стилистическими особенностями. В первых стихах мы трижды слышим призыв «Пойте Господу». В середине псалма трижды «Воздайте Господу». В каждом случае мысль продолжает развиваться в следующих стихах. В начале псалма «Благословляйте», «Благовествуйте», «Возвещайте», которые сказаны после «Пойте Господу». А в середине псалма, после слов «Воздайте Господу» продолжение «Несите», «Идите», «Поклонитесь». В конце псалма также есть три повтора одинаковой идеи. «Ибо идет, идет», «Судить землю, судить вселенную», «По правде, по истине». Композиция псалма в целом соответствует схеме предыдущего 94-го. Призыв «словословить Бога» продолжается здесь описанием величия того, кто страшнее всех богов. Призыв «воздать Господу» завершается образом царствующего Бога, который будет судить народы. Отличие от 94-го псалма заключается в том, что описываемая в гимне «Ликование и радость» относится не только к одному избранному народу, но и ко всей земли, племенам народов, ко всей вселенной. Первые стихи псалма трижды приглашают всю землю воспеть Господу, благословить имя Его. При этом речь идет о новой песне. И мы можем только гадать, что это означает. Может быть, совершенно новому гимну, который был составлен после предыдущих. Речь идет не просто о том, чтобы рассказать что-то хорошее о Боге, а о том, чтобы возвещать о нем благую весть, в буквальном смысле слова «благовествовать». Водушевление автора созвучно словам Рока Исаии, как прекрасное на горах ноги благовестника, возвещающего мир благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону «воцарился Бог твой». Благая весть приносит радость, потому что со дня на день придет день спасения. Бог явил свою славу и чудеса. Такая весть стала особенно благой, потому что коснулась всей земли, народов, всех племен. Идея всеобщности возвещаемого спасения, которому стали причастны не только израильтяне, но и язычники, была особенно близка апостолам Нового Завета. Поэтому греческий термин, который использовали создатели септуагинты для обозначения процесса благовествования, со временем стал техническим термином, обозначающим тексты Евангелий. Что такое «новая песня»? В последние десятилетия написано множество статей исследователей разных стран, которые задумываются над тем, что значит слово «новая». Ключевое слово в словосочетании «новая песнь». В большинстве случаев исследователи сходятся в том, что, скорее всего, эта песня написана в новых условиях, в новое время. То есть это не песни Нового Завета, это песни Ветхого Завета, написаны ветхозаветными людьми с ветхозаветным мышлением. Но прошло значительное время после смерти Давида. В государстве поменялось многое. Что-то начинает восстанавливаться на совершенно ином фундаменте. И вот в духе древних песней Давида создается новый текст, который исполнен тем же самым духом, но слова свежие, адаптированные к тому, что сейчас происходит с избранным народом. Но отсюда и вытекает логичный вывод о том, что данная песня была написана после возвращения из Вавилонского плена. Тогда, когда уже Израиль жил в иных реалиях, много чего переосмыслил. А самое главное, что он, ну, божьим промыслом, на какое-то время, на 70 лет, вышел из своей святой изоляции. И оказался в других условиях среди другого народа и, может быть, пересмотрел свое отношение к своим соседям, которые были другой верой. Идея всеобщности продолжает свое развитие в описании Бога, который более велик, достохвален и страшен, чем иные боги. Господь – не домашний кумир и не племенное божество. Он не только более почитаемый, но и более удивительный, чем другие боги. Боги других народов – идолы, пустышки, потому что возвещают ложное гадание, а сделать ничего не могут. Они, по сути, бесполезны. Слово, переведенное на русский как «идолы», является каламбуром от еврейского термина «бог». Здесь мы встречаем игру звуков. Таким образом, перед нами некая сатира, которую иудейские писатели с удовольствием использовали для насмешки над ложными богами и их видимыми изображениями. По сравнению с Господом они – пустое место. Творить небеса может только Господь. В Его творении проявляется Его слава и величие. Его святилище, небесный храм или дом в Иерусалиме свидетельствуют о Его силе и красоте. Оба этих слова имеют ассоциации с силой и красотой. «Це» – идолы, кумиры и разные извояния чаще всего обозначаются понятием «целем», которое буквально означает изделие рук человеческих. Это может быть даже какая-то статуэтка или дерево, которое там особым образом облагородили, повесили какие-то ленточки, замки, как на свадьбу сейчас молодежь. Вот этот идол, такой типичный. Или как-то вот на нем что-то нарисовали, ножом выгравировали. То есть это то, где человек приложил свою руку. Но в данном псалме используется еще один термин. Их несколько для обозначения этих кумиров и самой кумирности как таковой, как феномена. Здесь используется слово, созвучное с понятием «элохим». «Элохим» «боги». Вот «эллах» — «бог». И в данном псалме используется термин, который очень похожим образом звучит. «Элиль». В множественном числе «элиль» и «элохим» оно очень близко по звучанию. В таком случае в еврейском тексте есть некая игра слов, что «ваши эллилим» это не «элохим». Вот примерно так. Какая некая насмешка. Но что же это за боги? Это ветер. Наш бог богов сотворил небо и землю. А ваши что могут сотворить? Они могут вообще что-то сотворить? Кстати, подобный риторический вопрос задается богом праведному Иову. А где ты был, когда я творил мир? Такой тоже провокационный вопрос. Ну ты что, понимаешь, как я сотворил небеса и окружающий мир? Но кто-то такой, чтобы меня судить, чтобы вступать со мной в тяжбу, вести меня к судопроизводству и так далее. Интересно, что сынами Божьими по Ветхому Завету могли называться и люди. Кстати, это одна из интерпретаций в отношении загадочного места из книги «Бытия», когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. У этого места есть три возможные интерпретации. Одна из них, что это ангелы, отсюда какие-то разные гностические воззрения, как вот современно-фильменной чушь. Ну, дальше я не буду русское слово повторять, что этот фильм предлагает. Так вот, ложная интерпретация, потому что она ведет к таким мистическим выводам, но они были популярны в межзаветной литературе, в так называемой енохической апокалиптической литературе. А вторая интерпретация сына Божьи – это потомки Сифа, то есть евреи. Ну и третья интерпретация, что это в целом богоугодные люди. И среди православных отцов получила преимущественное употребление именно эта интерпретация, что сыны Божьи – это тоже люди. Но в данных псалмах обыгрывается два аспекта. Тут мы можем понимать под сынами Божьими как каких-то избранных людей, которые отличаются от сынов человеческих, то есть сыны Божьи – те, которые к Богу приближены, так и какие-то духи. То есть те ангельские силы, которые претендовали на то, чтобы поклонялись им и претендовали на то, чтобы стать на место Бога. Ну, грубо говоря, бесы, а если говорить не грубо, то какие-то ангельские силы. Ну, понятно, что падшие ангельские силы. Итак, автор псалма, он пытается показать, что даже эти падшие ангельские силы, которых считают какие-то народы богами, ну, потому что нарекают ангельские силы, требовали поклонения к себе, как сатана во время искушения Иисуса. Падше, поклонись мне, предлагает он Иисусу, искушая его. Вот. Они не могли ничего сделать. Они могли дать какое-то пророчество, откровение, там, во сне или наяву. Вот. Они могли устрашить, но они не могли сделать что-то из ничего. Вот принципиальная разница, которую подчеркивает автор этого и других псалмов. Что они-то себя называют башками, но разве они боги, они ветер, они пустышка, они могут только мираж сделать, фантом некий явить. А принципиальное отличие нашего Господа, что он творит нечто из ничего, вот он творец, а они ничего. Второе обращение к народу воздать Господу в 7-9 стихах имеет явное сходство с начальными стихами 28-го псалма. В обоих псалмах упоминается святилище Божие или по-другому дворы Его, где Господу воздается слава и честь. В прославлении Господа по 28-му псалму участвует хор сынов Божьих, а по 95-му племена народов вся земля. Перед лицом Создателя трепещет вся земля и признает власть Создателя. Приходя на поклонение к Царю Небесному, племена народов приносят соответствующие дары, подарки в самом широком смысле слова. Когда Господь восседает на престол, чтобы судить народы, это у всех вызывает оживление. 10-й, 13-й стихи. Используя поэтические приемы, автор псалма стремится показать, как приходит в движение весь мир. Небеса и земля, моря, поля и леса, все, что их наполняет. Все они веселятся, трепетно шумят, радуются и ликуют. Большая часть этих поэтических образов прикликаются с метафорами из прока Исаии. Глашатые поднимаются и бегут к другим народам сообщить радостную весть. Господь воцарился, сел на престол. Его царство прочно, твердо, как тверда вселенная. Оно не подвигнется. Бог будет судить народ по правде. Царствование Господа, теократия представляется по данному псалму как нечто радостное и воодушевляющее. Поклонение ему это не скучная формальность, не пустой церемониал и не задабривание его суровости. Праведник не только оглядывается на прошлое, но и смотрит в будущее, ждет новой благой вести, которая принесет с собой восстановление порядка в мире. Господь грядет, чтобы рассудить народа земли по справедливости, каждого, потому, насколько он был породив и непорочен. Божия истина неразрывно связана с его милостью. Он идет не для того, чтобы осудить мир за его зло и коррупцию. Он грядет, чтобы остановить мир от его разложения, исправить, восстановить мир и порядок на земле. Независимо от того, что могли оснащать слова «грядет, грядет» в контексте литургии Ветхозаветного храма, они неизбежно указывают на более отдаленный горизонт, за которым лежит новое небо и новая земля, та эскатологическая реальность, о которой прозревали пророки Ветхого и Нового Завета. Откровение о царствовании Господа в веки о нам достигает кульминации в словах воскресшего и воцарившегося в небесном Иерусалиме Спасителя. Ей гряду скоро. Церковь, как невеста Агнца, в Духе Святом радостно его приветствует. Приди, приди. И сам автор откровения, как верный свидетель с нестерпением ожидает. Ей гряди Господи Иисусе. Благодарю за внимание.